Про поединок Ковалеву и Шабранского. Какие у вас ожидания от этого поединка? Может ли Шабранский составить конкуренцию Ковалеву? Начнем с того, что ребята достаточно тяжелые и боксируют на таком уровне. Поэтому, будем откровенны, каждый может составить конкуренцию только потому, что они обладают разовым ударом, поэтому каждый по-своему опасен. Если говорить о Шабранском, на мой взгляд, это чисто субъективное мнение, что уровень бокса Сергея больше, чем у Шабранского, это ни в коем случае не говорит о том, что Шабранский не может составить конкуренцию Сергею. У нас очень много примеров, по крайней мере, я их знаю. Мексиканские боксеры выходят и боксируют, сам уровень бокса ниже соперников, но в итоге бывают бои чемпионов закатывают, а часто бывало и выигрывали в истории. На мой взгляд, списывать со счетов Шабранского, как это делают многие аналитики, насколько я знаю, в мире бокса. Я думаю, что не стоит. – А если вы видели Шабранского, можно узнать его сильные качества? В чем он может быть опасен или неудобен? – Ну, прежде всего, это, конечно, его рост. Мы не знаем, как Сергей себя будет чувствовать с высокими боксерами. В данном случае, Шабранский очень высокий для его дивизиона. Это первое. Потом, еще раз подчеркну, может тоже попасть. Пусть он не нокаутер, но у него достаточно немало боев, которые он закончил досрочно. – Про Ковалева, допустим, он сильно прибавил после смены тренера. Но, допустим, если не прибавил, то того уровня, который он показывал в поединке с Андрой Уордом, его должно хватить для победы с Шабранским? – Я думаю, что того уровня должно хватить. Но, опять же, бокс намного сложнее вид спорта, чем кажется. И там очень много факторов, которые влияют на победу. И один из них, ко всему прочему, еще и мотивация. Мне кажется, у Сергея сейчас появилась мотивация доказать и себе, и всем людям, кто его списывает со счетов, что еще рано его списывать. Плюс он сам, наверное, очень хороший, позитивный фактор, который я слышу и вижу, что он стал менять свою жизнь. И понял, что необходимы перемены. И это касается его тренерского штаба. Это касается многих-многих аспектов его жизни. И повседневных в том числе. Поэтому я думаю, что у него сейчас очень-очень неплохой мотиватор в лице Шабранского является, чтобы и Сибирь еще раз подчеркнул, и другим доказать, что рано стали списывать со счетов. Это мое, опять же, сугубо личное мнение. Поэтому я думаю, что то, что Сергей осознает, что ему необходимо меняться, и он начинает менять свою жизнь, это мы видим по тем фактам, которые происходят в его жизни. Смена тренера, смена тренировочного режима и многие-многие другие. Хотелось бы отдельно еще отметить тот показатель, что Сергей поменял тренера, тот показатель, что он озвучивает в прессе, что стал прислушиваться к тренеру, что он ему верит, доверяет, и у них хорошая команда сейчас. Это, наверное, показатель того, что Сергей хочет двигаться дальше, вперед в своем профессиональном развитии в боксе. Потому как Сергей после того, как вышел на высокий уровень, это не секрет, все начали отслеживать, прежде всего его соперники, тренеры этих соперников, весь штаб соперников и, конечно, много аналитиков. Сергей тренировался практически без тренера, то есть он сам озвучил это в прессе, что практически не менялся, тренер только для того, чтобы держать лапы. Это дословно, я так читал, слышал его высказывания. Если такой был подход, то он подразумевает, что человек в профессиональном смысле не меняется и не развивается, а только боксирует на старом багаже, который он приобрел еще в любительском спорте. Рано или поздно, это дело времени, такому боксеру подстроится, если ты не меняешься. Потому что ты в поле зрения всех своих соперников. Соответственно, к тебе подберут ключи. Что, в принципе, можно сказать, и произошло в какой-то мере. То, что сейчас у Сергея появился тренер, то, что они долго понимают, как они озвучивают, то, что он стал прислушиваться к тренеру. Это показатель того, что, наверное, Сергей считает, что у него еще есть возможности добиться результата, снова взлететь. И он готов меняться в плане техническом, в плане как боксер. Меня это обнадеживает, и я надеюсь, что изменения мы увидим в ближайшее время. Я не думаю, что в этом бою, потому что слишком короткий срок, но в ближайшее время. Угу.